Шалом! Витя увидит, уши сдерет на лету. Не-не-не, не надо, потому что вдруг мы будем с тобой как-то отодвигаться, вот так вот это сделать, да вот, надо чтобы был длинный поводок. Книксин поклон. Скорее это можно воспринимать как... Да, может мы начнем сначала? Давай. Можно? Прекрасно. Здравствуйте. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сегодня у нас второй съемочный день в саду петра попова гинеколога и таксовода которому виктория самгина ландшафтный дизайнер архитектор руководителя бюро гринс делает замечательный проект насажает деревья кустарники организует все пространство сегодня мы разметили территорию который у нас находится главный между дома расставили все растения так как они будут уже посажены для деревья кустарники размечены дорожки размечены все участки вот замечательная сделана молодежная зона stonehenge небольшой сделан так называемый макет макет из подручных материалов того как это будет выглядеть когда окончательно будет наведен последний лоск сегодня мы уже начали наконец-таки посадку я правильно все сказал вика да ты абсолютно прав значит мы можем еще раз пройти вот по нашей дорожке от главного крыльца главный для жизни то есть это не парадное крыльцо а это то крыльцо где на самом деле и кипит жизнь хозяев участка когда они находятся на нем вот вот это наш прекрасный дорожка которая ведет в зоне барбекю потом мы разметили еще пошаговую дорожку такую потайную то есть она не будет жестко замощены там будут какие-то либо плиты либо камни брошены и она является проходом вот так как ты сказал молодежной зоне до зона кострище и мы сделали макет этого кострище можно будет посмотреть также вот с этого ракурса можем посмотреть как выглядит основная поляна сада да у нас остался большой довольно таки газон и для активных игр и самих хозяев и их сына и для беготни такс но и не забываем что у нас за дом еще в следующем году появится так называемый таксятник то есть там спрашивали что это такое это будет некая зона там с препятствиями с норами с какими-то там собачья спортплощадка да абсолютно так красный вот но эта история не этого года мы запроектировали а дальше будем реализовывать уже следующем году значит также нужно понимать что здесь сейчас находится далеко не все растения которые будут в этом саду жить здесь основной костяк то есть это практически все деревья этой части сада и большинство кустарников значит у нас в этой зоне будет три изгороди живые две из них мы расставили третье изгородь у нас сейчас вот виде сигнальной ленты правда старую изгородь мы тоже поставили в сигнале ленты а третье вот она стоит как она есть огораживает зону кострище чтобы она была более такой камерный потайной чтобы не было простреливающего взора со стороны террасы давай пройдем посмотрим давай пойдем конечно так пойдем тогда вот по этой дорожке прекрасный значит дорожка это будет метр двадцать при этой ширине мы с тобой вдвоем вот нам вполне комфортно и боли да если было бы 90 сантиметров то я пошла или пишу оба чуть-чуть впереди на полшага а второй человек чтобы позади но нить разговора мы бы не не теряли дорожка уже 90 уже все один человек идет строго впереди следующий позади и просто беседовать они не могут такая ширина дорожки принципе тут могла бы быть и шире но так как тут будут носить и блюдо и в общем как бы ну что-то такое объемное скорее всего потому что тут будет большая станция может быть все что угодно станция кухонная вот соответственно поэтому делать уже эту дорожку в общем то нет смысла наверное и вот с этой стороны можем посмотреть значит вот здесь будет первая изгородь она получается параллельно границы участка и параллельно дому это одна из трех изгородей которые формируют такие как бы полустены и получается что у нас нет вот такого сквозного простреляющего взгляда через вот эту широкую поляну то есть поляна остается но в то же время у нас появляются такие как бы как ширмы вот вот это одна из ширм значит здесь мы используем спиро и серую мы на этом участке и используем в нескольких местах и кое-где она у нас вам она будет в свободном своем росте а кое-где она будет жестко стричься вот жутко стричься подо чтоб значит это будет изгородь иначе смотри вот здесь у нас есть игры 90 сантиметров высотой то есть вот это обозначена высота оптимальную которую будет нет это обозначена то высота на которую мы забили кошки да да значит смотри ресурсы вот и вот этого растения до его потенциал это в нашем климате где-то примерно полтора метра в очень хороших условиях 2 а вот но двухметровый изгород я редко вижу и двухметровые вообще свободном полете кустарники спира и серии но они есть ленинградской области то есть возможно что она будет здесь в общем-то довольно активно расти я думаю что высота изгороди она должна быть где-то вот так вот это где-то метр двадцать метр тридцать естественно высоту каждый раз изгороди нужно проектировать желательно заранее понимая какой высоты будет эта ширма для чего мы ее делаем то есть закрыться от чего-то либо просто оградить какие-то зоны даже просто визуально не обязательно чтобы они полностью перекрывали да вот зонирует пространство зонирует пространство да делает сад более интересно то есть обогащает его убирая вот это вот просто пустыню два газона до разбивая причем что дальше смотрю опять-таки тоже газончик идет пожалуйста мы по диагонали можем вполне играть бамбинтон еще там в какие-то да просто достаточно больших даже футбол вот ничего нас не ограничивает вот поэтому вот на эту высоту не надо сейчас опираться она просто для объема для того чтобы зрители понимали какого эффекта мы пытаемся добиться надо было объяснить им потому что что это не футбольные ворота просто да это не футбольные ворота вот это вот красная линия в данном случае это у нас граница газона вот так она идет вы видите вот этот вот значит ревизионный колодец он будет уже обрезан под финишную чистовую высоту газона и будет аккуратненько лючок утопленный в уровень этого газона то есть этого безобразия не будет просто будет все ровненько можно на этом месте поставить декоративный камень можно не ставить вот это уже по желанию заказчика всегда но лучше конечно если проектировать изначально все проектировать инженерные сети так чтобы они не совпадали с элементами такими плоскими да как газон или там мощение да потому что всегда надо будет думать а что мы же до поставим туда чем-то закроем или какой-то это будет декоративный люк то есть это новые какие-то вопросы которые возникают их саду всегда и так без этого хватает виктория бы хотел чтобы ты немножечко нам рассказала вообще про все растения которые приехали потому что мы прошлый раз пообщались по поводу деревьев у нас остались гортензии все очень спрашивали как же без гортензии будут есть да сейчас данный момент у нас два вида гортензий у нас гортензия метельчатая сорт называется фантом это сорт современный но не из последних то есть мы его наблюдаем уже 10 лет очень надежный сорт такой прямо в топе этот сорт да что значит надежный да в контексте ленинградской области значит большинство сортов можно даже сказать на на все показывают хорошую высокую морозустойчивость но далеко не все показывают бурное цветение и далеко не все хорошо переживают зиму то есть очень есть ряд сортов которые от снега их выламывает то есть ветки не очень прочные вот у фантома очень прочные ветки значит сорт этот может легко взять два метра именно поэтому я здесь его использовала потому что вот здесь помнишь да по этой линии будет фруктовый сад да и как таковой другой кулисы между соседями не будет мы фруктовый сад не будем формировать нижние ветки не будут на высоте 20 30 даже 40 сантиметров да то есть желательно чтобы они начинались метр с плюсом соответственно вот этот нижний ярус у нас будет открытым соответственно вот этот сорт мы можем у каждую весну резать там и на метр до ветки отрезать а можем и на полтора да то есть у нас будет для маневра будут будут некие шансы скажем так именно вот с этим сортом ну скажи у него какого цвета вот нарисованы на картинке белые цветочки он розовеет да но он считается все-таки белым то есть на самом деле чисто белых которые не розовеют метельчатый гортензий но я в принципе не бывает который вообще не розовеет он розовеет довольно сдержанно и довольно поздние сроки то есть он считается белым то же время него огромные шапки можно посмотреть да вот это гортензия на садовом центре вот в этом горшочке небольшом стояла с начала лета и видно что в общем то как бы все равно несмотря на это она нарастила довольно приличные метелки если хорошо кормить очень мало кто знает что метельчатый гортунзий очень любит пожрать так как считается что она неприхотливая считаю что ее в общем то можно и особо не кормить но чем больше ты ее кормишь чем лучше ты ее качестве не режешь тем более огромные шапки она показывает если мы будем с вами смотреть европейские фотографии сортов мы там увидим шапки с голову пионерой и крупнее вот в наших садах такое редко можно увидеть поэтому кормим кормим и кормим правильно сажаем потом кормим не забываем поливать потому что гортензия на латыни гидранте значит водная соответственно нужен полив так но у нас еще приехали и другие гортыли древовидно пойдем пойдем покажем и они мне кажется интересны тем потому что все знают что древовидные есть она были стронка на были и пинка на был тут совершенно какие-то новые сорта мне кажется мало известны по крайней мере так сейчас давай посмотрим кто у нас там нет у нас есть значит сорт называется лайм в реке значит сорт этот очень мало у нас распространенный но вот европлант нам его предоставил значит чем прекрасен этот сорт у него соцветия очень долго остаются зелеными то есть они уже нарастают в полную свой размер размер соцветия у этого сорта но если он не в горшке растет а в грунте да опять-таки с полной агротехникой посажены это шапки довольно большие такие же как у аннабель вот и как вы видите что побеги тоже довольно таки прочные что опять-таки ну и она тоже такая рослая очень актуально да если мы говорим о розовых сортах то они почти все болтаются к сожалению они очень плохо держат ветки у них очень такие они хлипкие что ну древовидные вообще склонны к тому чтобы лечь на землю ты знаешь но лечь на землю можно по-разному так же как с людьми розовый сорта больших случаев они не успевают сформировать за весну нормальный кустом они сразу ложатся как-то вот даже так происходит вот этот сорт явно с очень хорошей скажем так способностью держать ветки вот и при том что он долго держит зеленые огромные соцветия я считаю что он очень перспективен в наших садах вот где-то метр двадцать метр пятьдесят значит заявляется что высота у него еще она примерно такая же как у обычный древовидный дают так же как у аннабель то есть это где-то метр полтора причем это не только в высоту но в ширину причем даже в ширину может выдать больше обычно древовидная она в ширину как минимум не меньше чем высоту а зачастую и больше то есть полтора метровая древовидная она в ширину 2 с плюсом обычно то есть я думаю что тут будет то же самое то есть это будет просто такая большая огромная масса зеленых красивых сочных листьев и с таким лаймовым оттенком огромных соцветий то есть это будет просто потрясающий совершенно эффект значит мы сделали поставили 3 видите на раз довольно приличном расстоянии друг от друга потому что действительно она в ширину растет довольно таки тоже энергично сомкнуться образуют да 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 по сути это будет тоже изгородь не жесткая то есть это будет такая вот как прекрасная масса вот смотри я еще вижу ты взяла сосны для проекта горные да я взяла сосны значит на самом деле у нас потом еще следующем году в той части сада появится еще две сосны не горные а уже будем думать может быть либо сосна обыкновенный нордский тип это будет либо это будет сосна румилийская но вот еще два хвойных дерева туи у нас здесь пока не намечается возможно мы одну из изгородей вот эту сделаем все-таки туевую но я еще думаю на эту тему пока у нас все равно этой посадки в этом году не случилось до следующего года у нас будет время принять решение оранжа у нас это сорт совершенно шикарный сорт потому что зимой она даже не то что желтеет она становится прямо такого довольно активного до апельсинового оттенка вот сейчас она в принципе вот уже видно до чего желтеть да да она начала как мы называем переодеваться она начала переодеваться и у нее кончики уже прям даже и смотри они прямо уже рыженькие они даже и не желтим меняют шубку да значит через месяц она уже будет гораздо ярче а еще через месяц она будет прям вот совсем такая рыженькая рыжий цвет ты помнишь да в концепции нашего сада у нас рыженькие ягодки он они даже и да 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 и мы совершенно не знаем когда их склюют птицы иногда бывает что они прилетают уже и в феврале то есть вот эта картина она может продолжаться довольно долго и вот очень хорошо крепко держится да они хорошо крепко держится сами не не опадает вот и это очень хорошо будет все в единой концепции вот это вот рыжий нотки саду который подыгрывает нашему фасаду золотистой терракутового цвета в общем тут тут все в одной контакт давай озвучим все растения нас осталось их не так много про который мне сказали у нас осталось еще одна спире да да спире пире вангута она в общем как бы тоже нечастый гостише давай про скажем про серую спире да вот там мы ее ставим она у нас там получается в изгороде да мы там жестко стрижем а здесь у нас видишь то с таким довольно приличным шагом расставлено да здесь она у нас свободном полете значит это нам дает видно уже да как ведут себя веточки то они будут длиннее но все равно вот таким фонтанчиком как от они сейчас они так и будут расти листики тоже видно вот смотри последние побеги видишь это на прирост какого-нибудь августа сентября он даже вот местами даже цвет не потерял не то что с аналог она какого цвета серую мы знаем что она беленькая а вот это вот как вот цвету подожди это у нас серым еще про серую говорим это у нас серая вот это серая у нас которую мы сажаем мы не будем стричь вы сгородь а вот с той стороны у нас так тоже серый так мы ее будем стричь значит листик у нее такой чуть сизоватый очень такой интеллигентный цвет таким она зеленая но без сезона вот это какой-то голубизны и знаешь в руку вервиглазный она просто вот чуть-чуть с таким вот сизом от отливом до дадут цветет она довольно рано это май месяц у нас и цветет она по всей длине побега почему ее нельзя просто подойти вот так вот чекрыжим если мы так будем чекрыжить мы уберем вот эти вот как раз вот прекрасные веточки длинные на которых как раз вот цветоносы вот так вот и сидят прям вот цветочные почки они у нас вот так вот и идут соответственно так вырезать нельзя я резать надо совершенно по-другому по уму примерно так я пускал как чебушник то есть вырезать просто старые ветки какие-то или которые совершенно там растут не туда куда нужно а то есть это не летопиарной стрижки растению такую не не подожди второй вариант мы ее стрижем жестко в какие-то формы в таком случае мы получаем вот этого красивого интеллигентного сизом оттенком зеленого до зеленую стеночку листик у нас маленький что очень хорошо для не будет изрезаться для для культуры которая до идет под 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 изгородь ну ты пиар немножко другое давай все-таки такой степени понятия не путать под зеленый изгородь хорошо вот и и вот тут как раз будет очень видно и года через два одна этажа культура как она себя по-разному ведет в свободном полете да и и в виде зеленой изгороди через два года можно будет кстати посмотреть это значит здесь у нас спире вангута вот подходили кто спире до смотрим на эту значит это гибридная форма спире но которая появилась естественным путем что довольно редко происходит то есть это природа сама создала этот гибрид но это гибрид вот значит единственный минус видовую историю до значит единственный у нее такой есть минус небольшой у нее иногда бывает что в нашем климате подмерзают однолетние кончики но она очень быстро и очень активно наращивает заново вегетативную массу то есть ни в коем случае она не вымерзают полностью этот именно та которая видовая у нас как раз она спире вангута просто без сорта вот сортовые с ними бывают варианты а вот это растение она беспроблемная значит цвет значит смотри она цветет тоже белым тоже беленько да но цветет уже совершенно другие сроки значит у нее цветение это конец июня начало июля значит по интенсивности роста она даже превосходит спире серую значит в природе она может даже трех метров достичь вот если большой довольно таки куст значит мы ее будем встречу в данном случае мы будем встречи в изгородь значит для чего нам это изгородь она отделяет нашу зону кострище от крыльца соответственно вот здесь будет такая вот маленькая комнатка вот ну не будем фиксироваться 6 кострище действительно может быть все что угодно просто может быть какая-то скамейка да там не знаю диван какой-то один из вариантов мы предлагаем саду не настаиваем решать в конечном итоге петру точнее его сыну раз мы для него планируем да вот с этой стороны у нас здесь вот открытая часть значит здесь я не думаю что здесь нужны кусты возможно здесь мы посадим какие-то многолетние я сначала думала о том что здесь будут злаки и они здесь прекрасно сядут но если все-таки у нас будет кострище то нам не нужна солома нет рядом с костром пожароопасно да поэтому если будет принято решение что здесь будет именно кострище тогда мы злаки убираем и просто здесь какие-то многолетние придумываем здесь может быть все что угодно и герань гибридная может быть и котовник может быть здесь довольно солнечное место тут да здесь всему будет хорошо да тут всему будет хорошо вот эта часть она не в прямом обзоре поэтому здесь могут быть варианты может быть совсем низкая а может быть просто здесь какая-то даже вот эта часть вообще может быть решена в виде гравийные площадки тут такое будет ощущение какое-то вот пляжная нотка какая-то может быть если мы кострище уберем то есть тут через на ли может поменяться до вот этой части так кого мы еще не помянули мы не помянули амурский бархат я так понимаю что она вообще красоты безумные экзотическая с ягодками нам достался малыш вот значит в природе он растет аж 28 метров значит средней полосе россии он растет где-то 68 метров северо-западном регионе я думаю что он будет 4 ну максимум 5 это не скоро ну прекрасно вот и нужно вот с другой стороны это не очень большой участок да мы получаем крупные очень фактурные красивые листья и ветки у него не формируют такую плотную единую крону они довольно такие развесистые но они прям на неваке немножко похожи потому что большие ветки они такие сильно облиза к сожалению это настолько маленький малыш что тут это сейчас не очевидно вот но мы будем следить за его судьбой да я надеюсь что петр будет настолько доволен что будет нас приглашать постоянно и мы расскажем малыш будет расти у нас именно на глазах если не мы с тобой то наши внуки увидят как на нем завяжутся прекрасные красивые но не съедобные ягодки да так и будет вот пойдем нас чтобы еще одно растение совершенно прекрасная сортовая роза морщинистая которая называется снова паумент 100 в переводе с английского снежное мощение снежный тротуар в общем какой-то снежная по жесткое покрытие значит вот эта прекрасная розочка значит у нее совершенно нежнейшие розовато-белые махровые цвету я вижу прекрасную да да а пахнут почему снова упал потому что она стелящаяся она можно сказать почвопокровная роза значит у нее высота до 100 сантиметров при этом она ширину растет больше чем высоту то есть здесь она получается что создаст такой ковер не совсем плоский с довольно таки объемный но ковер цветет она очень обильно ее вообще не надо не укрывать да никоим образом за ней ухаживать перед зимовкой то есть это просто как обычный шиповник очень хороший сон просто когда вот увидел шиповник здесь ты планируешь зону патио я подумал зачем же ты сажаешь сюда эти колючки об которые все будут цепляться поставить сюда шезлонку прутся ногами этот шиповник колючий думаю зачем она это сделать теперь я понял что он супер карлика почему покровник но он не супер карлик он просто у него энерго роста у него до метра в высоту маешь все то есть в ширину он будет расти и более интенсивно никто колючки операции не будет потому что он не будет выстреливать таким вот как длинный полюбилом яндекор розочку да это другая розочка совсем то есть такого здесь не будет то есть он не будет выстрелить такими огромными длинными то есть усердно стричь сражаться полюбил колодца вот стричь стричь естественно из его надо любом случае формировка декоративном саду то обязательная часть программы но не забываем что заказчики говорили нам что они этого и хотят собственно говоря и как ты видишь до кого значит далеко не все махровые сорта они образовал образуют ягоды вот в данном случае ягоды будут то есть это будет красивой зимой не предложишь ли ты мне попробовать его на вкус ну попробуй если хочешь пробуем на вкус ну давай хорошо потому что ну многим нашим зрителям мы всегда интересно растение которое можно съесть смертельный номер поедание роза морщинистый ведущим канала европлант life ты удивишься не на может быть в опыт морозила он реально сладкий вот видишь еще один профит практически все съедобное кроме кроме бархата либо этого знаешь он совершенно не костлявый да вообще слушай не говорите перемене не смогу весной докупить эту розу разберут века ты знаешь я тебя хотел попросить снять небольшой мастер-класс к посадке дерево возможно даже мы посвятим этому отдельный ролик мне кажется интересно во первых мы сажаем с тобой в середине ноября для многих это шок контент что в середине ноября еще можно что-то сажать слушай я но я даже сможешь рассказать про об этом спросишь я скажу так если вы никогда ничего не сажали или сажали всегда с отрицательным результатом есть такие люди этого делать не надо вот реально примените вашу словлю вырученки в каком-то другом да в какой-нибудь другой отрасли сделать я не знаю новогодние подарки своим родственникам значит я свой личный сад сажала в конце ноября в начале декабря прошло уже довольно большое количество лет у меня после вот той первые посадки скелета сада не выпало ни одно растение наросло наросло росло вполне наросло мы с мужем тут спорили по поводу одной румелистской сосны я ему объясняла что она вот такая сажалась у меня не верил я нашла фотографии и в общем доказала ему просто вот фотофактом он не мог поверить потому что сейчас это дерево уже почти 4 метра ростом вот значит то есть это можно делать значит физиология процесса в чем грунт промерзает довольно медленно а для того чтобы укорениться растением хватает даже плюс 8 соответственно когда мы осенью сажаем растение два варианта либо она успевает укорениться до устойчивых морозов а в ленинградской области у нас устойчивые морозы вообще последние там несколько лет устанавливаются чуть ли не в январе то есть у нас вот это вот месяц укоренения он у нас запасе все равно есть вот вот эти вот заморозки там минус 2 плюс 2 потом опять минус 2 плюс 2 они на поверхности почвы то есть на глубине там 10-15-20 сантиметров этого нет еще то есть чем глубже тем она медленнее и позже промерзает вот поэтому растения зачастую успевают укорениться уже осенью единственное значит что я не рекомендую сажать осенью это косточковые фруктовые поэтому мы покажем как сажать дерево но я не говорю о том что мы сейчас сразу начнем кидаться искать посадочный материал и его сажать если кто-то очень этого хочет и готов к этому да пожалуйста делайте скорее всего вас ждет успех но это не точно но это не точно ну